Я снова в Ботаническом саду Боннского университета, а предложила мне сюда вернуться зрительница, которая написала в комментарии «Пожалуйста, снимите подробное видео про земляничник». И вот я здесь как раз и стою возле земляничника. Погода, правда, сегодня совершенно противоположная. Тогда было холодно и солнечно, а сейчас холодно и капает дождик. Но ничего, расскажу. Сразу хочу сказать, земляничник я никогда в своей жизни не выращивал. Но не спешите смеяться. Я его наблюдаю фактически всю свою жизнь. И буквально перед войной я хотел посадить его у себя на участке. Но не получилось, не вышло. Тем не менее, информацию про него я собирал и внимательно изучал. И вот сегодня эту информацию я и хочу вам рассказать. Если кто-то из вас имеет опыт выращивания земляничника, имеет по этому поводу практические знания, пожалуйста, в комментариях пишите, исправляйте, если я в чем-то ошибаюсь. Итак, чем же этот земляничник, это растение для меня так интересно? Во-первых, это растение вечно зеленое. Вот не случай я вам в самом начале этого видео показал картинку зимнего парка. И наверняка вы обратили внимание, что вот эти пустые голые деревья смотрятся скучновато, но их разбавляют очень красивые цветные пятна. Это может быть какие-то остатки листвы желтого цвета, которые провисит до весны. Это может быть плющ, который обвивает стволы деревьев. И вот такие цветные пятна украшают парк, и они могут украшать наш сад. Поэтому обязательно в саду высаживайте какие-то растения, которые и зимой будут радовать ваш взгляд какими-то цветными вещами. Земляничник. Земляничник крупноплодный. Это вечно зеленое растение. Вот эти листочки, они не крупные, где-то 6-7 сантиметров. У них есть маленькие зазубринки по краям. Они темно-зеленого цвета, я бы сказал, даже мрачноватого цвета. Ну, а обратная сторона у них светлая. Но зимой у этого земляничника есть еще одна декоративная черта. Дело в том, что зимой он цветет. Его веточки унизаны кистями таких белого цвета, даже слегка розоватого цвета, мелких-мелких цветочков. Чем-то мне, например, напоминают ландыши. И вот эти цветочки, они цветут и опыляются. Очень часто в интернете можно найти информацию о том, что опыляют их пчелы. И что существует даже какой-то специальный мед из земляничника. Только я вот никак не могу понять, какие пчелы могут быть в декабре. Цветет он. Ноябрь, декабрь, январь, в зависимости от региона. Никаких пчел. Я, правда, не пчеловод, но я думаю, что пчелы сейчас никакие не летают. Более того, ученые даже провели эксперимент. Они взяли на вот эти соцветия, одели специальные непроницаемые мешочки. И, тем не менее, опыление произошло не посторонним образом каким-то, а внутри вот этих мешочков. И оказалось, что достаточно просто встряхнуть этот цветочек, чтобы пыльца попала на пестик, и произошло вот это оплодотворение, и образовалась зависть. Ну, а встряхивает, скажем так, в течение вот этого времени, зимы, может просто ветер. Поэтому земляничник крупноплодный не рекомендуется сажать в каких-то затышных местах, чтобы ветер все-таки его покачивал, чтобы вот это опыление происходило. Для чего? Потому что еще одно украшение этого растения и вашего сада, если вы его у себя посадите, это, конечно, ярко-красные плоды. Причем они имеют разные формы созревания. Недозревший белого цвета, созревший уже ярко-красного цвета. Ну, чем не рождественское дерево, не надо даже никакие елочные игрушки на него покупать и вешать. На фоне вот этой темного цвета листвы, яркие мелкие белые цветочки и яркие красные плоды. Отлично смотрится. Земляничники относятся к семейству вересковых. А у всех вересковых примерно одинаковое требование к почве. Почва должна быть слабокислая. И в почве обязательно должны жить почвенные грибы, которые будут образовывать микоризу с корнями этого растения. Дело в том, что корни земляничника, у них нет вот этих тонких-тонких всасывающих корешков. И грибы, образуя микоризу с корнями, впитывают полезные вещества из почвы и отдают их растению. Вот почему земляничники прекрасно растут на бедных почвах. Потому что площадь, которую занимают вот эти почвенные грибы, которые питают это растение, она огромна просто. Они собирают полезные вещества с очень большой площади. Теперь, что касается высоты этого растения. Опять же, в интернете часто можно найти информацию, вырастает до 15 метров в высоту. Честно скажу, я таких экземпляров в своей жизни не видел. Хотя, повторюсь, наблюдаю всю жизнь эти земляничники. Максимум, что я видел, это 3-4 метра. Ну, а здесь он вообще в виде такого высокого, ну, где-то 3-х метрового кустарника. Поэтому, если есть информация про его высоту, давайте. Я думаю, что такой высоты, 15 метров, он достигает там, где он растет в естественных условиях. Не в парках каких-то, не в садах, не в ботанических садах. А именно, где он растет в природных условиях. Древесина. Очень ценная древесина, потому что она устойчива к огню. И вот там, где часто случаются лесные пожары, там рекомендуется высаживать земляничник. Но это его как раз сослужило ему и плохую службу. Дело в том, что в древние времена его пилили, его рубили как раз для заготовки дров, потому что он долго горит и отдает очень много тепла. Он даже превосходит дуб по этим качествам. Ожидаю ваш вопрос, а съедобны ли вот эти плоды? Да, они съедобны. Но есть несколько рекомендаций. Ни в коем случае не пытайтесь есть недозревшие плоды, потому что можно отравиться. И не собирайте плоды, которые уже упали, которые перезревшие, потому что они начинают бродить и тоже вызовут какое-то пищевое отравление. А вот спелые плоды, они съедобны. Насколько это ценный и важный продукт? Ну, не знаю. Хотя, хотя, из них делают, насколько я знаю, в Европе желе, из них делают джемы, а в Португалии даже делают какой-то бренди на основе плодов вот этого самого земляничника крупноплодного. Вот я все время говорю, земляничник крупноплодный, земляничник крупноплодный. Кто-то скажет, а какой же он крупноплодный, если шарики всего 2 сантиметра в диаметре? Ну, потому что существует еще и земляничник мелкоплодный. И вот сейчас я про него тоже немножко расскажу. Хотя здесь я его, честно говоря, не нахожу. И все же, по своим декоративным качествам, лично для меня земляничник мелкоплодный даже интересней. Почему? Это тоже вечно зеленое растение. Как правило, многоствольное дерево. То есть несколько стволов выходят из земли, очень причудливо изгибаются. Они такого красноватого цвета, ну, лососевого, как принято говорить. И наверху крона. Крона ажурная, крона светлая. И листочки тоже такие мелкие, с зазубринками, но более светлые. И тоже есть мелкие плодики, мелкие ягоды. Они немножко меньшего размера, и они оранжевого яркого цвета. Вот характерной особенностью земляничника мелкоплодного это его кора. Вот я сказал, она красноватого цвета. В самый жаркий момент года, примерно в августе, эта кора начинает отслаиваться и опадать. Причем отслаивается очень тонкими такими частями. Ну, что-то вроде бумаги для выпечки, если вы используете, знаете. Вот эти тонкие лоскутки опадают. И под ними обнажается молодая кора. И вот когда линька полностью происходит, ну, как я говорю, примерно в августе, эти стволики, эти ветви становятся зеленоватого цвета. Ну, как принято, опять же, говорить, фисташкового цвета. Смотрится великолепно. Но вот эта молодая кора очень чувствительная и очень ранимая. Даже если прикоснуться к ней просто рукой с нашими 36,6 градуса, на ней остается ожог. Поэтому лучше этого не делать. Кора должна закаляться постепенно. Под действием естественных температур она потихонечку начинает краснеть, потихонечку начинает грубеть, чтобы в следующем году снова опасть. Не случайно есть народное название у земляничника мелкоплодного. Первое название – курортница. Ну, по аналогии с тем, что когда люди приезжают на курорт, дорываются до солнца, они обгорают, и потом кожа у них лоскутами с плеч снимается. Ну, а второе название – бесстыдница. Потому что, ну, вот это дерево бесстыдно раздевается перед всеми зрителями, просто сбрасывая вот эту свою кожу, одежду. Ну, и в заключении о том, почему же я у себя не высадил этот самый земляничник. Дело в том, что размножается земляничник с помощью семян. И занятие это, в общем-то, довольно сложное. Почему? Семенам земляничника потребуется двухмесячная холодная стратификация. Но даже после такой стратификации всходить они могут более одного года. В общем, занятие для терпеливых. Более того, как рассказывал мне один человек, который выращивал все-таки земляничник из семян, и мнению которого я могу доверять, он сказал, что сажать, сеять, вернее, эти семена нужно непосредственно в ту почву, которую любит земляничник. Напомню, это должна быть слабокислая почва, богатая мицелием вот этих почвенных грибов, чтобы они сразу образовывали микоризу с корнями. Как он сказал, самый лучший вариант – это брать почву непосредственно из-под материнского растения. В общем, сложности были. Поэтому, конечно, гораздо проще найти саженец, если вы его найдете, конечно. Хотя в Европе я знаю, что они продаются. Найти саженец земляничника и посадить у себя. Ну, а теперь перейду ко второй части вопроса. А как насчет выращивать его в Украине? Ну, прямо скажу, никак. Дело в том, что если верить информации из мудрых книг, выносит он кратковременное понижение температуры до минус 15 градусов. Кратковременное – вот это ключевое слово. При таком понижении температуру не могут частично обмерзать ветки, какие-то молодые приросты, но не страдает ствол, не страдают толстые ветки, не страдает, самое главное, корневая система. Он выживет. Ну, сможете создать ему такие условия? Значит, нужно заранее думать о каком-то зимнем укрытии, про правильное зимнее укрытие, чтобы он выдержал даже кратковременное понижение до минус 15 градусов. Но в Украине понижение ниже, причем долговременное – вполне нормальная вещь. Поэтому земляничник можно смело выращивать в Украине как контейнерное растение. Дело в том, что земляничник растет медленно. И, в принципе, в контейнере он будет смотреться очень-очень хорошо. И можно его использовать для озеленения придомовой территории, террас каких-то, балконов. Он может стоять там весь теплый период. Он может стоять там всю зиму. Он легко переносит такие небольшие морозы. Но в случае сильного понижения температуры, особенно на долгий период, нужно его будет, конечно, куда-то заносить в более теплое помещение. И, в принципе, это будет великолепное украшение, как я сказал, вашей придомовой территории. Ну, а в зимнее время, в принципе, может служить тем же самым рождественским деревом. Ну, и в подтверждение моих слов о его морозостойкости скажу, что наблюдал я земляничники. Ну, если в Украине, это южный берег Крыма, Севастополь, это Турция, это Средиземноморье, Испания. Ну, и вот здесь юго-запад Германии. Так что, видимо, так оно и есть. Минус 15, но кратковременно. Ну, вот, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok